всем привет друзья с наступившим новым годом это макс каркас гид это вы мы снова в новом году 2022 вместе и это видео будет подытоживать завершать как бы 2021 мы оставим там вот это все говно что там было как финансовых сферах так и строительных сферах так и каких-нибудь у кого нибудь явно в личных сферах так вот мы оставляем все 2021 я думаю многие согласятся и чтобы оставить все стрёмные трешовые узлы которые я видел 2021 в каркасах я решил сделать это видео в котором покажу ровно 100 штук 100 узлов которые я прошу вас не повторять ни в этом не в следующих годах давайте оставим это все в прошлом давайте рассмотрим четенько посмотрим почему так не надо делать и запомним надеюсь это видео будет вам полезно делитесь с вашими соседями с вашими друзьями чтобы они такого у себя настройки не делали сами и не давали делать другим поехали итак вот наш первое фото и сразу шедевр что сразу бросается в глаза пленка под usb они над соответственно вот тут тоже при этом достаточно очевидно видите это пароизоляция они ветрозащита каркасу с большой долей вероятности придет конец потому что пароизоляция ставится до утеплителя внутри здания чтобы задерживать пар из тепла холод тут соответственно пар будет приходить в пленку она будет частично пропускать но usb как один из пароизоляторов будет содержать пар если вдруг тут снаружи не будет утепления очень большая вероятность того что она будет usb намокать а потом холод замерзать за счет того что пароизоляции не будет внутри утеплитель будет у нас намокать такие укосины делали в конце 19 века то есть 1880 год действительно они какой-то мере работают эта стойка состоит из двух частей вот этой и вот этой сами понимаете ничего хорошего нас тут не ждет здесь у нас и это вязка и это вязкой верхняя и нижняя с двух сторон соединяются в одном месте соответственно какая польза от 2 а тут еще и 3 вязки видите тут еще 3 совершенно бесполезная вещь которая друг друга никак друг другу не помогает распределяя нагрузку и конечно вот смотрите наши любимые уголки о смотрите какое совпадение у нас укосина пиорта и между стойками но примечательно не только это но и то что она сечения примерно как минимум 80 ну потому что на 50 доску это не похоже в общем очень очень большое сечение укосины и угол ее крайне крайне велик то есть она не может так работать она практически ну можно сказать не работает у нас иногда будут прям совсем трешовые картинки иногда просто ошибки уголки ребят уголки не нужны стропильной системе если только это конечно не фермы там без них достаточно сложно любых других случаях нам хватает гвозди в косую под 45 градусов в должном по расчету количество когда-то 4 когда-то 7 и так далее щели в ригеле это обычное дело особенно когда строишь не сухой строганой доски все это высыхает начинаются щели это еще не очень большие мы увидим дальше гораздо больше будут в целом доска такая да мы видим заветренная как минимум заветренная возможно где-то уже немножко плесень появляется едем дальше вот в таком месте я если честно впервые увидел уголки в прошлом году лучше бы я этого не видел ну ладно когда они держат стропила на посадочном месте просто чтобы они двигались влево вправо здесь же здесь же уже серьезная нагрузка она идет вот туда в данном месте но никак нельзя а если вы еще посмотрите внимательнее вы увидите что это все конечно на черных саморезах это даже не на гвоздях легко вот это все может развалиться перед вами попытка сделать из каркаса какой-то элитный так скажем фахверк самое смешное что у нас тут одинарные стоечки между ними почему-то стойка стоит поперек стены и вот сюда засунут утеплитель причем видно что он смят и какими-то кусочками двп это даже не мдвп он зашит на саморезы даже не будем наверное рассматривать это серьезно просто поменем как какой-то лютый трэш и забудем вот но вот сейчас перед нами первая фотография самого частого косяка в каркасах этих сейчас эти финские ригели очень популярны и что мы видим если вы или ваши плотники не супер мега спицы которые умеют очень круто запиливать либо если у вас доска не сухая она при усыхании начинает давать вот такие щели что с классическим хедром на самом деле не так страшно потому что там не требуется такая точность там хедер обычно двойной там идет доска плашмя на самом деле мы видим вот такое очень часто в каркасах в таком случае просто работает вися на гвоздях то есть три гвоздя вот это все что держит нагрузку от вашей кровли следующий узел я бы назвал неаккуратные строители коих тьма и плохая доска опять же плохие запилы некачественная доска очень разные размеры мы видим даже по толщине такое на самом деле очень часто встречается надеюсь в новом году такого не увидеть а теперь смотрите у нас с вами складывается картина помните уголки на стропилах помните этот странный вырез стропил под прямым углом и уголки мы уже встречали этот каркас несколько раз давайте посмотрим что тут еще ну конечно же укосина которая упирается у нас причем частично срезает ригель тут даже не упирается в него между досок засунуто непонятно что вот и вижу подпорку конька но судя по шагу стропил этот подпорка у нас чуть ли не одна на всю стропилку на длину там 10 метров то есть выглядит это очень шатко особенно вспоминая уголки причем смотрите очень часто мне уже смешно сейчас потому что мы видим какой-нибудь жуткий самодел очень некачественно сделанные очень странные но при этом на финской риге то есть настолько это пошло в массы настолько это не понимая делают люди что это уже часто является показателем такого стройхламовского каркаса но давайте смотреть дальше так мы видим ригель очевидно выпилен он не идеально и к верхней вязке идет какой-то внутренний судя по всему хедер или балка проема что-то что-то что находится чуть ниже балок оно вкручено в верхнюю вязку с помощью болта с железным каким-то оцинкованным листом кстати я замечаю что вот такие странные неправильные узлы они гораздо гораздо сложнее то есть их надо придумать изобрести воспаленную мозгу а потом еще сделать это своими руками очень долго и старательно спрашивается зачем кстати вот тут мы видим что над окном нет никакого хедера судя по всему тут ничего нового друзья плохая напилка плохая напилка здесь людям вообще было насрать здесь тоже то есть не опять некачественная доска плохая напилка о соединение в лапу причем смотрите вы смотрите это балка из трех досок это не брус вот эта тройная балка которую вместо того чтобы соединить елочкой соединили в лапу то есть девушка может уехать из деревни деревни с девушки нет да и при этом один гвоздь я вижу всего здесь гвоздей тоже решили не добавлять но это вот на самом деле все постепенно под весом осядет вопрос в целом что лучше такое не отделывать и прибивать до отделки ну и конечно стены ровненькими не будут это классика ребят саморезы не в обрешетке то есть соответственно тут все течет плюс мы видим что никакой контр обрешетки не положили вен зазора нет хотя конечно если справа есть какие-то щели то тоже будет это все дело вентилироваться остается надеяться что это какой-нибудь дровник или сарай и не нужно будет все это переделывать или заменять и достаточно будет загерметизировать следующий кадр что-то я уже начинаю жалеть что решил сделать обзор 100 фотографий строй хлама потому что мне уже на десятом уже не очень так что мы видим разрезаем подоконник у косины у косина уперта никуда не врезана угол слишком большой при этом стойки тут у окна почему-то из бруса какие-то непонятные перемычки утепление в общем очень плохое везде щели из частичек вот здесь смотрите сделано то есть утепление плохое тут вот тоже о друзья смотрите а это похоже на что-то элитный фахверк который с большими окнами и смотрите как которые снаружи затыкали двпшками снаружи бы его тоже чем-то заткнуть потому что щели тут по моему палец легко пролезет как можно постараться что вот настолько все было кривое я не понимаю ну а пока переходим на другой объект что мы здесь видим мы здесь видим ригель потому что видите это не хедер это ригель во всю стену и с брусом видим на таком небольшом окне значит встроенные стойки и мы видим кау косину но нового формата когда они соединяются даже не целиком а вот с таким обрезом то есть вот у людей хватает фантазии настолько насколько я бы даже не смог придумать с кау косины они работают они работают два раза хуже чем обычные но тут принципиально сделано все неправильно и вот эти вот щели это все полная ерунда конечно продолжаем у косина два каких-то ригеля большие щели которые хотят заткнуть но не вы не забывайте что доски они все равно деревянные они могут увеличиваться в размерах и немного уменьшаться поэтому если вы вставляете какой-то вот такой материал между стоек и он не является эластичным то как только доски чуть-чуть уменьшится подсохнут ну тут будут щели поэтому если вставляете есть специальный джут который вместе с досками то расширяется то сужается уголки перемычки наверняка чтобы не осаживался утеплитель конечно это же главное проблема этого каркаса вот с такими огромными уголками очень странная какая-то система стоек из дюймовки какой-то с абзолом которые являются его фронтоном а смотрите контрабрешетки нет идет сразу обрешетка соответственно если у вас нету контрабрешетки у вас нет вентиляции кровли вентиляция у нас идет значит через вентозазор стены вентозазор кровли конек вентилируемый да и снова с другой стороны тоже самое так смотрим дальше начну великолепные укосины значит вот это вот левая не работает это вот правая легка работает скажем друзья вот такие укосины они практически ничего не дают каркасу просто обшить его плитной обшивкой и не парьтесь пожалуйста вот из такой фигни щели я думаю концу вы сами будете уже видеть в чем косяки потому что они часто повторяют но закрепление это тоже полезно это что-то новенькое это кстати продолжение вот того предыдущего с щелями если строители не умеют не только выпиливать но еще совершенно не умеют думать и считать то вместо нормального выпила причем это кобылка у нас получается вот такие истории сюда чаще всего подкладывают какие-то досочки щепочки здесь они просто вот забили даже не стали подкладывать им видимо было лень продолжаем историю выпилов очень крутыми специалистами то есть там в принципе 4 пальца может влезть то есть тут все стоит ровно вот на паре гвоздей а ну вот на этой фотографии нам соответствует кто снимает по моему это кто-то из технодзора моего знакомого показывает что несколько пальцев тут легко может влезть а вот этот узел не очень типично на самом деле почти все знают что вот это вот обвязка она должна разрезаться над стойкой но это вот элементарщина как таблица умножения здесь же почему-то и разрезали посередине хорошо что есть в принципе 2 обвязка которая вот это давление стропил сверху на распределяет на соседней но все равно мы здесь видим вот эту вот щель потому что доска все равно в воздухе и она постепенно от нагрузки который то попадает провисает поэтому она во первых сминает утеплитель который здесь будет и во вторых ну здесь скорее всего будет щель пример еще одного мастера по запиливанию пример ригеля уголки идем дальше не останавливаемся а это кстати вот фотография последствий неправильного обращения с каркасами неправильное размещение укосин отсутствие плитной обшивки конечно вот от таких узлов дома не падают но лишний раз посмотреть на такое конечно полезно чтобы не повторять черные саморезы неправильный выпил но это хотя бы фронтон еще один узел от автора то есть странной системы странными подрезанными стропилами на двух уголках что мы видим мы видим единственную обвязку которая почему-то сходится вот здесь то есть вот эта вот обвязка всего на пяти миллиметрах стоит стойки то есть напилили так но пускай так и будет хорошо что есть вот этот все-таки ригель какой-никакой он эту нагрузку распределяет если бы его не было то конечно все бы развалилось ближайший же снег дальше смотрите недоукосины отдельная в принципе такая наука как не надо делать укосины это укосина работает только на гвоздях потому что она упирается в воздух более того если вдруг будет какое-то давление оттуда то она будет давить на дверной проем то есть ладно если там толстый слой пены а если там дверная коробка если упирать то нужно было завершать вот до сюда тогда бы она давила хотя бы вот в эту стойку но в любом случае такой коротыш толку особого никакого не даст зря только резали стойки еще один гвоздь в гроб ригеля смотрите все все в воздухе только чисто на гвоздях которые вот здесь биты вот такие каркасы называют каркасно-щелевыми еще один пример как не надо делать обвязку здесь не то что на 5 миллиметров здесь она по моему вообще стоит на миллиметре ну понятно что стоит на ригели но все равно на плюс мы видим щель и новый оригинальный случай обвязка сделана не из доски а из бруса 150 на 150 который соединен над стойкой которая конечно никакая не стойка а брус в лапу то есть вот такого если честно я увидел впервые прислали мне это по моему в августе а это продолжение данного каркаса давайте посмотрим итак у нас идет брус вместо верхней обвязки вот он соединен в лапу он давит на стойке стойки давят на доску проема причем мы видим проем здесь у нас ну где-то около двух метров минимум да кстати нижняя обвязка тоже из бруса смотрите то есть у нас везде брус стойки брус балки обвязки брус но вот сюда придет стропила вот сюда придет стропила вот сюда например придет хедеров нет есть только вот эта самая обвязка здесь у нас все висит на краях на гвоздях то есть все это на двухметровом проемом где снеговая может быть а дом вида очень широкий, снеговая может быть там 3 тонны, просто висит на 4 гвоздях вот здесь, вот здесь, ну и с надеждой вот на этот брус, на его прогиб. Это самодельные фермы из рыхлой USB, которые сделаны, причём, как видите, щелями, а в фермах очень важно, чтобы все элементы друг к другу идеально прилегали. Именно это позволяет правильно передавать нагрузки. Ну и использовать, конечно, нужно не рыхлой USB разной формы, а хотя бы фанеру. И нужно использовать большое количество крепежа. Что мы видим тут? Изначально кажется, что всё хорошо, но поскольку это внутренняя стена, а это внешняя, как сюда засунуть пароизоляцию? То есть это очень частая на самом деле ошибка, когда наш контур разрезают, и нам придётся пароизолировать отдельным куском вот сюда, и отдельным куском вот сюда, и потом их по сути объединять. Это неправильно, это в любом случае будет разрывать наш контур вот здесь, и на верхней обвязке тоже. Ещё один грандиозный узел. Лень было поставить стойку, решили просто обвязку соединить металлической пластиной. А вот это, кстати, интересный узел, поскольку укосины часто показывают издали, и сблизи их не видно. Так вот, почти все укосины, если это не мастера-плотники, зарезают таким образом, что они, по сути, даже со стойкой не соприкасаются. То есть они просто висят в воздухе, ну, на каких-то там гвоздях, которые вот так вот, соответственно, вбиты вот отсюда. Своей функции эта укосина никак выполнять не может. А тут ребята начали впервые в жизни, кажется, делать укосины. Тут щель, с другой стороны ещё больше щель, тут, конечно же, щель, и, как мы видим, просто упёрли её в стойку. То есть какую крепость, по их мнению, должны давать раз, два, три, четыре, шесть гвоздей. Кстати, а возможно, это не гвозди, давайте покрупнее сделаем. Это саморезы. Соответственно, у нас, ну, шесть-восемь саморезов чёрных, но укосины. Что мы видим на следующем фото? А видим мы здесь дюймовочный ригель. Как видите, доска очень тонкая. То есть это дюймовка 25-я доска максимум. С ригеля с 25-й доски практически не может ничего. Ну, то есть это просто не рабочий элемент. Ещё одна прекрасная укосина. Видим здесь, кстати, инструмент, которым она делась, топор. И да, конечно, есть люди, которые могут топором сделать укосину, наверное, но их немного. И вот то, что они сделали, это ни в какие ворота не годится и работать не будет. Ну, вот зачем делают всегда стропильную систему? Идёт вот так, а марулат идёт вот так. Это ж неудобно, это надо подрезать, и поэтому ребята сразу поставили его под углом. Всё, стропила ничего не мешает, спокойно встаёт без всяких подрезов. Почему никто до этого не догадался, непонятно. Просто гениально. А чтобы он никуда не улетал, мы поставим правильно что? Небольшой уголочек. Двухтонную нагрузку снеговую держит. Вот такой уголочек. Причём, вы, надеюсь, понимаете, что это юмор. И вот так никогда делать нельзя, потому что это очень опасно для жизни. Кстати, смотрите, у меня есть фотография. Вот. Вот такой уголок. То есть, как он вообще выглядит, он ещё и щелями. Так делать никогда нельзя, ребят. Это смертельно и опасно. Это 50-я укосина в 100-мм доске. Как я вам уже не раз говорил, такая укосина в такую стену, она её больше ослабляет, чем придаёт силу. Поскольку укосина не должна быть шириной больше, чем четверть каркасной стойки. Запомните. Ну, а если стропила не сошлось с балкой перекрытия, всегда можно положить большую щепочку. Правда, нужно бы ещё рассчитывать так, чтобы щелей не оставалось. У нас есть видео с этого объекта. Как видите, такая стропильная пружинистая система. А вот перед вами последствия. Точки росы на USB. Многие не верят, но если мы делаем снаружи USB, при этом это холодный регион, очень много отопительных часов в нём, то если он не утеплён снаружи, там может постепенно замерзать вода. И когда начинается оттепель, оттуда начинается потоп. А вот тут уже, ребят, ригель не поможет. Вот эта балка у нас находится где-то 3-4 сантиметра над колонной. Я думаю, не нужно говорить, насколько неправильно это сделано. И нужно хотя бы было завести, ну, если не до середины, но хотя бы на треть этого столба. Смотрите, какие красавцы просто упираются в стену. То есть они просто хотят выдавить стену, что, собственно, у них может получиться при удачных раскладах. Эти же ребята решили. Ну да, бывают щели, что такого. А мы просто поставим уголок, который не даст этой доске опуститься под весом стропил. И будем ждать, пока это всё погнётся и сломается. Один из самых опасных узлов, которые я видел. Как вы понимаете, вот там где-то свая и вот там где-то свая. И это середина обвязки, на которую идут, правда, не балки почему-то. Балки привязаны с этих сторон, но уже всё равно. И здесь, соответственно, начинают идти стойки. То есть вот здесь у нас ничего. Здесь соединение в лапу. Я не понимаю, вот, насколько нужно быть одарёнными, чтобы сделать такой узел. Кстати, потом сначала строители очень отбрыкивались и говорили, что это полная ерунда. Не знаю, на чём это было основано. Но потом мне прислали фото, как они вот здесь наконец-то хотя бы поставили сваю. Ещё стропильная система, которая, по сути, работает только на гвоздях. Ну и, конечно, есть опора на фасад. Одна из самых крутых фото, которые мне прислали в прошлом году. Хотя она достаточно старая. Она, по-моему, 19-го года. Но вы только посмотрите. Какая фантазия, значит. Тут у нас щель. Здесь какая-то доска, которая идёт в никуда. Здесь у нас уголок. Здесь у нас двойная доска. То есть вы просто подумайте. Это же гениально. До такого, в принципе, додуматься невозможно, если вы не художник. Тут всё просто. Окно полтора метра. Никаких хедеров и ригелей. Этот же объект видно, что у нас здесь две фермы. То есть две фермы при ширине дома около 8 метров. Это значит прогиб вот этих трёх обвязок где-то сантиметр, как минимум. Ну и, конечно, самую малость на этом объекте у нас почему-то OSB сходится в воздухе. Причём даже не только горизонтально, но и вертикально. Вот, смотрите. То есть они просто не попали стойкой на OSB. Как будто сначала OSB делали, а потом стойки. Ещё немножко творцов. Смотрите, значит, свая и дополнительный прирост. И ещё. В принципе, если вы не попадаете фундаментом под ваш дом, не расстраивайтесь. Всегда можно сделать несколько вот таких наварок и всё будет окей. Или вот таких. Или вот таких. Очень оригинальный узел. Смотрите, у нас обычно здесь как? У нас здесь есть вторая обвязка. Здесь же у нас идёт на уголках просто какой-то наружный ригель. И уже в него, сейчас вы увидите на других досках, в него упираются стропила. То есть у нас как таковой второй обвязки нет. И стропила пытаются оторвать то, что у нас здесь просто на уголках. Давайте посмотрим, по-моему, вот это он. Ну вот, вот та самая доска. В неё упёрты вот здесь вот стропила. И стойки чуть-чуть выходят выше этой доски. Ну то есть вот здесь всё на гвоздях и уголках. И, соответственно, стропила пытаются это оторвать. И, конечно же, они это сделают. Ещё немного этого каркаса. Потому что, ну, это один из самых шедевральных каркасов того года. А это он уже в стропильной системе. Конечно, куда без уголков. И одна подпорка на весь этот дом. А нет, смотрите, вот раз, два, три подпорки. Как видите, достаточно пологая крыша. И вот они решили вот так вот оригинально поступить. На один гвоздь прибитый стропила. Его держит стойка с уголком. Я бы даже не назвал это каркасом. Это, скажем, летняя веранда. Кстати, вот здесь мы видим в углу просто всё, видимо, просто на гвоздях. Вот здесь вот сверху висит хедер. Ну и проём где-то 2,5 метра. Чё такого. Здесь вот на уголке. Да, не завидую я тем, кто будет здесь жить. Ну а дальше пойдут случаи, которые не стоят отдельного упоминания. Вы всё уже понемногу видели. Но я должен бы вас показать, чтобы всё-таки картина была цельной. И вы увидели, что таких узлов действительно много. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok